Очень заслуженно, очень трудно дается. Очень, очень, очень трудно. Удостоверение заслуженного мастера спорта достается только лучшим спортсменам. И Ольга Артошина одна из них. Девушка родилась в поселке Березовка в 1991 году. Спортивную карьеру начала в 2002-м под руководством Станислава Астахова, который и сейчас является ее тренером. Окончила Девногорское училище Олимпийского резерва и факультет физической культуры в СВУ. Много лет спортсменка входила в состав сборной России под дзюдо и была в тройке лидеров на соревнованиях всероссийского и международного уровней. Ольга завоевала титул чемпиона мира в 2020-м на соревнованиях в Сербии. История повторилась и в прошлом году. На чемпионате мира по самбо Ольга представляла сборную команду России в весовой категории свыше 80 килограммов. И триумфально дошла до финала, победив в нем украинскую спортсменку Анастасию Камович со счетом 8-0. Таким образом, девушка одержала две победы подряд на чемпионатах мира. А это один из лучших результатов в истории красноярского самбо. Учитывая то, что вы уходили, затем сложно приходили и именно после прихода сумели достичь таких выдающихся вершин, я думаю, что вы превзойдете всех, кто был в нашей истории. Будем стараться, силы еще для этого есть, планы намечены, будем идти к достижению. Недавно у спортсменки произошло еще одно важное событие. Ольге вручили ключи от двухкомнатной квартиры в Красноярске. Жилплощадь приобрели весной этого года по поручению губернатора. Мы могли бы еще долго стоять в очереди, ждать получения квартиры. Но, тем не менее, Александр Викторович приложил к этому усилия. И мы ему очень благодарны. Потому что давалось нам все это очень тяжело. Мы уходили из порта и возвращались. Потому что был ряд определенных обстоятельств, травма несовместимая с продолжением спортивной карьеры. Но сибирский дух, сибирский характер – это очень дорогого стоит. Ольга не собирается останавливаться на достигнутом. Она уже больше 10 лет работает тренером в Академии борьбы имени Дмитрия Мендиашвили. Но и свою спортивную карьеру не заканчивает. Впереди чемпионат Европы, который состоится в Сербии. Кроме того, в прошлом году самбо официально признали олимпийским видом спорта. И спортсменка надеется, что в будущем будет представлять Россию на олимпийском турнире. Евгений Шиповский, Новости Прима.